всем привет всем привет всем привет слышно ли нас слышно ли нас слышно ли нас сева новгородцев у нас в эфире сева здрасте и скажите что-нибудь что было вас слышно или не слышно. Здрасте, господа, из глубины Родопских гор на юге Болгарии я вас всячески приветствую. Да, это, конечно, удивительная вещь, потому что, естественно, все мы помним Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, ДБС, а теперь я в Лондоне сижу, а вы в Болгарии не будем палить район, хотя мы оказались соседями, как выяснилось. Но скажите, пожалуйста, а почему Болгария? Потому что, не знаю, налоги или болгарская пенсия, или просто климат. Почему? Британская пенсия. Британская пенсия в Болгарии, она как бы тратится, я думаю, лучше. Перед уходом с Би-Би-Си я понимал, что какие-то сроки у меня впереди маячат, рано или поздно придется это делать. Я в свободное от работы время, не отрываясь от производства, смотрел с высоты спутниковых съемок на Европу. И смотрел, где там еще остались куски нетронутой, незатоптанной природы. Потому что мы с супругой очень много по Европе путешествовали, и была стандартная шутка. Я ей говорил, вот скажи, Лёлюка, вот здесь бы мы могли бы на пенсию выйти. И выяснялось, что нигде на пенсию выйти нельзя, места мало. Вы понимаете? Вот вы в Англии живя понимаете, что пространство там очень ограниченное, что вся земля кому-то принадлежит, соседний садик за забором сразу же начинается и так далее. Так вот, я углядел на юго-западе Болгарии, переходящей в Грецию, огромный лесной массив километров на 200 в Родобских горах. И я себе сказал, вот это место, где можно, в принципе, еще вспомнить пионерское детство, где ничто никому не принадлежит, и можно гулять, где хочешь. И, в общем, были пару таких разведывательных поездок, которые увенчались продажей квартиры в Лондоне и покупкой квартиры здесь, в таком семейном отеле, в котором одно крыло сделано под квартиры. Так что мы живем чистейший воздух, вода из горного ручья, рядом город 50-тысячный. Ну и, в общем, так сказать... Просто, когда вы сказали про старую шутку, я, естественно, ожидал, курица не птица Болгарии, а не заграница, и напрашивается вопрос, неужели вас тянет туда, где, как бы, с поправкой на климат, ну, такой более-менее совочек, нет? Там... Здесь совочка нет. Здесь, во-первых, здоровые психические очень люди, здоровая молодежь, добродушная публика, потому что в горах Болгары, которые живут, очень приличная публика, честная, здесь практически нет преступности, здесь этническая однородность населения, и выясняется, что масса конфликтов потенциальных, эти самим с собой снимаются, потому что все друг друга знают более-менее, на празднике все танцуют, эти болгарские танцы веселятся до упаду, то есть, в принципе, есть национализм, но он мягкий, он позитивный, он творческий, и, кроме того, вы понимаете, сейчас вы, находясь в Англии, понимаете, если, ну, не ущербность своего положения, но понимаете, что у вас есть некая социальная планка, которая среди англичан непреодолима. Конечно, конечно. Я даже вам поделюсь, я с вами поделюсь, и, наверное, вы это тоже помните, знаете, вот школа обычная, британская, государственная школа, причем религиозная, вот, и там мой ребенок один русский, там есть французы, есть норвежец, по мальчику, есть швед, такой набор, как бы, европейцев, вот, и, как бы, в 5 лет, в 6 лет, все кучкуются, вот, англичане отдельно, а остальные отдельно, неважно, кто там, индусы, и никак не пробьешь эту стену, хотя никто ее не проводит, как бы, официально. Да, но это еще Бернард Шоу в своем Пигмалионе осветил достаточно подробно, потому что англичане при встрече прежде всего тщательно прислушиваются к вашему акценту и вычисляют, откуда вы. Я 16 лет был в гражданском браке с английской актрисой, которая специализировалась на английских региональных акцентах, доходя до Шотландии, ирландского, по-моему, у нее не было, а так были все остальные. Так вот, мы с ней однажды сидели в кафе, и у нее за спиной базарила какая-то группа людей, не по-английски себя вели, и когда они ушли, она мне сказала с холодным лицом, «I'm those horrible people from Ilford». То есть она по акценту вычислила, что они из Ilford, а то, что они себя не умеют вести, было и так совершенно очевидно. Так вот, Бернард Шоу довел это, конечно, практически до абсурда, когда из цветочницы с рынка он сделал безупречную английскую даму по произношению, и когда она впервые вышла в свет, то окружающие сказали, у нее безупречный английский должно быть иностранка. Ну, в общем, да, на самом деле, поскольку вы заговорили о позитивном свойстве этнического, этнической однородности Болгарии, так буквально с порога зиганем, мы говорили уже до эфира с вами о двух национализмах, о русском и в украинском. С украинским вы негативно, насколько я понимаю, сталкивались, не знаю, насколько корректно пересказывать эту историю, сможете, потому что мне это заинтересовало. Ну, не лично, никто ко мне не подходил, никаких гадостей не говорил, пока я не высказался неудачно в эфире израильского радио. Я был участником телевизионного проекта, назывался «Люди», и идея была показать путь к цивилизованному общению и цивилизованной подаче фактов и идей в связи с тем, что Украина неизбежно двигается в сторону Европы. Но напомню, что это было в 18-м году, задолго до начала вот этих военных действий, и тогда это все было актуально, потому что конфликт еще не проявил себя. Но уже ведь шло то самое, где вы были 8 лет, поэтому для многих он был конфликт. Дело в том, что меня лично это не особенно интересовало, потому что я человек позитивный, и я живу завтрашним днем, а не вчерашним, и даже не сегодняшним. Моя задача проецировать пространство, в которое надо двигаться. Но завтра была война, да, просто вы тогда сказали, что невозможно представить учебный квантовой физики на украинском, а потом оказалось, что он есть, и его написал папа Вакарчука, да? Понимаете, в чем дело? У нас была масса гостей, в том числе людей, пишущих на передаче. Они все, как правило, украинская интеллигенция, но все они выпускали книги свои на русском языке, и мы их спрашивали, почему, что это за непатриотичный подход. Они говорят, вы знаете, мы хотим, чтобы наши книги читали, если на русском языке это одна читательская аудитория, а на украинском совсем другая. И из этих собственно высказываний я вывел для себя впечатление, ну, я украинского не знаю, только так, очень поверхностно некоторые слова, что есть некая ограниченность языка не в том смысле, что он кондовый или заземленный, но просто еще страна в своем становлении национальном не успела накопить. Но уверен там, что нет трудов, скажем, по Шекспировидению или недостаточно. Мне Виктор Суворов, автор знаменитого ледокола, в частной беседе четко сказал, что военного дела учебников, ну, по крайней мере, до совсем недавних событий, вообще не было. Вся военная наука преподавалась на русском языке. Ну, сейчас-то, наверное, есть, да, сейчас-то, наверное, есть. Да, но это я просто говорю к тому, что не то, чтобы ущеметь украинский язык, но, в общем, не успела еще страна накопить вот этого инструментария. Мои все эти заявления насчет квантовой физики, конечно, теперь уже устарели, потому что влияние русского языка и русской культуры похоронено на многие годы вперед, и Украина в своем развитии будет двигаться в сторону Европы и, видимо, переходить в международных общениях на понятный всем английский язык. Он, собственно говоря, и предрасполагает к интеллигентности общения, к взвешенному выражению своих мнений, потому что англичане не выпирают себя, а держатся всегда нейтрально и скромно. Так что цивилизация, цивилизованность или оцивилизовывание украинского пространства будет происходить по-моему именно вот в эту сторону. Но это будет, конечно, после того, как замолчат пушки. Ну вот да, маленькая ремарка, опять же, не знаю, насколько это всем интересно. Я как ваш папа заканчивал высшую мореходку, правда не в Петербурге, а в Калининграде, и у нас в 90-е годы было довольно много курсантов из Эстонии, из Литвы, где было морское образование, но учебники были на английском, естественно, потому что на тот момент, естественно, представить себе учебник навигации, там, курс навигации для пяти курсов на эстонском языке, его не было просто физически в тот момент, поэтому, да, видимо, Украина переживает сейчас что-то такое. Но вот, да, что касается второго вопроса про русскую составляющую, в том же израильском интервью у вас была цитата довольно скользкая с нашей русской точки зрения про рашизм. Наш художник, гениальный Александр Петриков, вынес ее даже на обложку сегодня. А что вы говорили о рашизме и что такое рашизм? Честно говоря, не припоминаю. Во-первых, мне не свойственно наклеивание ярлыков, потому что BBC меня от этого отучило. У BBC все-таки есть самая главная их драгоценность, это сохранять незамутненную чистоту позиций. BBC принадлежит народу, а народ, как известно, может быть и за, и против, и за это, и против того, и так далее. А BBC должно всех удовлетворять в равной степени. Поэтому BBC отстраняется от фактов, то есть не дает фактам свою душу замутить. И вот поэтому с точки зрения итальянской или российской, то есть там, где журналистика эмоциональная и личностная, это может показаться скучным и бесцветным. Так что вряд ли я клеил бы ярлыки рашизма на кого-нибудь и что-нибудь. Это вообще... Да, на самом деле я не настаиваю, интервью не смотрел, но вот интересно, что вы сказали про стандарты BBC и мне, как, вернее, мне по отношению к вам, как к ветерану BBC, было бы интересно услышать ваше мнение, как раз буквально вчера русская служба опубликовала такой текстик, он маленький, я быстро его прочитаю. Итак, текст корреспондента русской службы Святослава Хоменко. Уверен, пишет он, я не единственный журналист, который запинался, подыскивая короткое определение для всего множества людей, которые словом и делом ведут инициированные Владимиром Путиным войну против Украины. Российская армия, но это сознательное ограничение этого множества. Оно не учитывает пропагандистские машины, не учитывает служителей церкви, не учитывает диванное воинство. Россияне, русские, употребление этих слов некорректно по отношению к тем гражданам России, которые не поддерживают войну. Путинцы, но ведь не Путин лично крал стиральные машины из домов Верпене, открывал пыточные в Балаклеи и насиловал женщин на их глазах. Вчера попытку назвать зло по имени предприняли четыре десятка депутатов Верховной Рады, они предложили слово «рашизм». Оно не новое, о нем есть статьи в Википедии, определение занимает не одну страницу, и дальше автор надеется, что в перспективе оно может войти в словари по всему миру. Я не про расизм, уже спрашиваю, а про стандарты, что угодно, ощущение, что в мое время было нормально, а сейчас, конечно, пропал Калабуховский дом, как говорится. Да, в 80-е годы, конечно, редактор бы такого опуса не пропустили. Тут я несколько шире хочу сказать, есть ситуации, в которые лучше не ввязываться. Скажем, если вы на кухне коммунальной квартиры затеяли с кем-то спор, то в этот момент вы этот спор уже проиграли, потому что выиграть его на коммунальной кухне невозможно. Поэтому я от всех сиюминутных дискуссий, обличений и прочего стараюсь отходить в сторону, поскольку это неконструктивно. Вы копаетесь вот в этой глине, которая сейчас вот на размытой дороге нашего исторического пути, но это ни к чему не приведет, потому что это все ходит кругами, и никакой конструктивной и строительной будущего составляющей в этом с моей точки зрения нет. Поэтому моя философия по жизни создавать мысленное пространство, куда люди хотели бы двигаться, где люди вели бы себя иначе, и таким образом создавали бы новые, совершенно еще неведомые нам ныне основы социального общения и, как следствие государства. Согласен, абсолютно, поэтому тоже хочу уйти от сиюминутного, тем более, что я думаю, норму на этот счет мы выполнили, и к вам уже хочу обратиться как буквально к свидетелю века, вам 83 года, это такой вполне возраст, и поскольку для многих в России, для меня в меньшей степени, я моложе, вы были вот тем единственным, наверное, окном, да, в мир большой западной поп-культуры, по сути, таким, не знаю, ну, дыркой в границе, источником параллельного импорта, и может быть, такой вопрос немножко злой, но не к вам злость, а к реалиям того времени. Скажите, если бы вы жили в Советском Союзе в то время, даже позже, 80-е, в какой мере вам бы удалось играть эту роль, или бы вы проиграли конкуренцию тем, кто уже на нашей половине границы, на советской половине границы открывал мир заново для людей, условному троицкому, да, как бы вот ваша привилегия, по сути, была в том, что вы эфиру, так? Ну, в России, я не знаю, дожил бы я до этого возраста или нет, потому что там жизнь стачивает человека как карандаш, но самое главное, мне было душно, и я уехал, как мы говорили тогда, никуда, а откуда. Мои там все карьеры закончились там, моряком был, потом джазовым музыкантом, потом в поп-ансамбле ездил по стране, и все это разбилось от бесконечной худсоветы, от стучания там каких-то людей на КГБ, ну, в общем, ужас этот, весь вы знаете и без меня, поэтому, когда открылась возможность уехать с некоторыми трудностями, ну, в общем, уехать удалось, и мы оказались в Италии, а потом попал я на Би-Би-Си и так далее, я ни к чему себя не готовил, ни в какую позу не вставал, все произошедшее со мной было случайно, как, ну, я не знаю, перст судьбы, потому что по иммигрантским законоуложениям, вернее, по направлению мигрантских агентств, я должен был ехать в Канаду, должен был жить в Эдмонтоне, говорят, еще та дыра, хотя архитектурно очень красивый город, чистый и прочее, но там ничего не происходит, там полторы тысячи верст налево один океан, полторы тысячи верст направо другой, а между ними сосны, елки и так далее, но вместо этого, как видите, угодил на BBC и подходил я к разворачиваемся передо мной страницам жизни полюбительски, вот как я на скософоне занимался, не оканчивая музыкальных школ и консерваторий, так и я продолжал и на журналистской Ниве учиться тому, что под ноги, собственно говоря, падает, таким образом мной двигало воспоминания о гастрольных вот этих глазах, которые смотрели на меня из зала, о ужасной судьбе советской молодежи, затюканной комсомолом и семьей, о том, что никто с ними по-человечески не разговаривает, Петров, не болтай ногами, Иванов, отвернись там от окошка и так далее, и вот затюканные эти молодые люди потом вырастают, знаете, в ревнивых мужей, или ужасных начальников, и поэтому эта коловороть движется до бесконечности, поэтому с моей точки зрения важно было ну не сломать, но хотя бы немного изменить психологический профиль такого русского человека, который должен быть сдобрен хотя бы некоторой терпимостью, юмором и любовью к чему-то позитивному, чем стала рок-музыка. Но сразу вопрос, удалось вам или в какой-то мере да, а больше и нет, потому что нынешнее, ну собственно не нынешнее поколение, а весь массив россиян, вряд ли рок, тем более мировой рок западный, для них является важнейшей частью мировосприятия, скорее уж шансон или рэп для молодежи, то есть ваши прививки не пошли ни на какое дело. ну не скажите, все-таки там миллиона полтора два за границей есть благодаря моим проповедям, а во-вторых, рок был для меня лично только поводом для разговора, потому что во всех этих многочисленных текстах, а я там написал не знаю сколько тысяч этих передач, которые все были писаны, я сидел как честный человек два дня из себя выколачивал там какие-то тексты и прочее, но этот труд в общем я считаю напрасным не был, потому что я помню по своему приезду в 90-м году на 50-летие фан-клуб меня вытащил куда-то под Москву. Уже было можно ездить, да? Только-только открылось. Первый год. И вы приехали как британский турист с советской визой, да? Да, да, как британский турист с советской визой я должен был проходить таможенный досмотр, а я вот с англичанкой был, с Кариной Арчевальдовой, приехала в московский аэропорт, по-моему, Шереметьево или Внуково, не помню в какой, короче, приехала толпа 800 человек меня встречать. И они там все коридоры, все эти общественные места забили, орали, скандировали, и мы стоим в очереди, досматривают наш багаж, а досматривали погранцы тогда подробно, чтобы, не дай Бог, Бог чего там не протащил на советскую территорию. И все это удовольствие занимало до 4 часов. И вдруг пришел по границе и говорит, кто этот новгородцев? Ну, я, давайте нафиг через боковую дверь, и нас выкинули без досмотра. Так что я понял, что посеянные семена, в общем, кое-где упали на плодородную землю. Вот, а потом я многочисленные имел встречи, где подросшая к тому времени молодежь занимала, скажем, позиции малого и среднего менеджера в бизнесе, или средних руководителей среднего звена. Все говорили, Сева, да я же там, там, в это время, и все мне рассказывали одну и ту же историю, как они сидели у приемника, крутили ручку. Вы понимаете, в чем дело? Что когда человек слушает радио, особенно старомодное, с зеленым глазком, где смыкаются эти веки, у него уши заняты, но глаза свободны, поэтому он смотрит на эту шкалу, где написано Варшава, название городов, конечно, это я застал, да. И все это запоминает, поэтому они мне все рассказывали, ухватив за пуговицу пиджака, что вот у меня там на шкале, где немножечко трещинка есть между Берлином и Варшавой, вот там у меня лучше всего ловилось, а я еще проволоку приматывал, там и так далее. Короче, я понял, что тоже, знаете, был такой Илья Смирнов, да и до сих пор, наверное, есть журналист, он на мой приезд написал блестящую статью, где сравнил мой приезд с приездом Кропоткина и его встречи с кронштадтскими моряками. Ну, вы же тоже анархист, наверное, да, в какой-то мере? Нет, я не анархист, но я, по крайней мере, за некоторую расслабленность государственных структур выступаю. Вот, и тогда Кропоткин понял, что он натворил, ну, и, в принципе, со мной примерно то же самое. Слушайте, а вот про эмиграцию 70-х, про такую не колбасную, словно говоря, интеллигентно. Вот смотрите, Лондон, там, 78-й, допустим, год, и где-то в одной компании встречаются, допустим, Буковский и вы, и, соответственно, Буковский рассказывает, там мне психушки, лагеря, там обменяли на Корвалана, такая история, а ты как? И вы говорите, а вот я там моряк загранплавания, я директор вокально-инструментального ансамбля, гастроли за границей, и он говорит, погоди, и ты мне будешь доказывать, что ты не конторский? Могло такое быть? Было такое? И как вы отвечали на подозрения в работе на КГБ? Ну, во-первых, в ансамбле мы за границу не ездили, мы были уже не выездные, но моряком я за границу выезжал, значит, у меня такая история, я когда закончил Макаровское училище, то всех выпускников, как правило, всем делали загранвизу. Да, комиссия по визированию, я помню, мне эту визу не дали, поскольку я играл на саксе, и вообще непонятный какой-то тип, никто за меня поручиться не мог, но надо отдать должное руководству мореходки, характеристику на меня дали, в общем, положительную, и мне удалось по странному стечению обстоятельств получить распределение в эстонское пароходство, где отец мой был замначальником, а там история очень смешная, на распределительной комиссии возглавляла ее первая женщина-капитан Анна Ивановна Щетинина. Щетинина, конечно, по ее учебнику мы учились, да. И ее боялись вообще как огня, а я потом узнал, что она с отцом, во-первых, вместе плавала, он был капитаном, она там каким-то помощником его, и потом она была капитаном, а отец был замначальником балтийского пароходства до 1947 года, поэтому она прекрасно знала, что за курсант стоит перед ней, а меня предупредили, не просись, куда хочешь, просись в другое место, в обратную сторону, тогда она тебя пошлет, куда ты хочешь, и все будет в шляпе. И вот я с дрожащими коленками стою перед огромной распределительной комиссией, она говорит, так, товарищ курсант, где бы вы хотели работать, устремив глаза в бумаге, я говорю, на Дальнем Востоке, она подняла глаза на меня тяжелым взором и говорит, поедете в Эстонию. Ну, это как протер новый куст, да, с братцем кроликом. Слушайте, а в Эстонии вы не застали Крузенштерн, как учебное парусное судно? Нет, я плавал на Сириусе между вторым и третьим курсом по Балтике, но Крузенштерн знаю, конечно, но до этого вот был Баркентина, Сириус, на котором мы провели волшебное лето 59-го года. Крузенштерн, он тогда еще не был не на плаву, а был какой-то казармой, что ли? Ну, так вот, я просто продолжу провизу. Попав в эстонское пароходство, я в отделе кадров просто сидел на бичи, ну, что с ним со мной делать? Моряк без визы, это все равно, что хромой бегун или, я не знаю, там, боксер на костылях. Вот, поэтому пароходство, видимо, сделало запрос в ЦК Эстонии, меня туда вызвали на бюро, центральный комитет Эстонии, на площади Победы, сейчас не знаю, как называется, наверное, Свободы. Ну, сейчас в этом здании МИД, я знаю, эстонский, да. Ну, это здание было, куда меня вызвали, рядом со снесенным солдатом советским, который там освободителем был, и они мне прямо сказали, что, вот, есть на вас характеристика более-менее положительная, но мы открываем вам визу, понимая заслуги вашего отца восстановлений эстонского коммерческого флота после войны, и так далее, и тому подобное. Ну, надеюсь, вы оправдаете доверие. Ну, я оправдал, я за границу плавал, никаких совершенно эксцессов себе не позволял, и хотя были возможности уйти там миллион раз. Я и один был в порту с морячком, с каким-то больным, поехал в больницу. В Капстранах, да, прямо вот таких настоящих? Это было в городе Гуль, по-моему, или даже в Ливерпуле. Так что отца я не подвел и не опозорил, и потом я из пароходства ушел, когда нас взяли на Вивлен-концерт. Я приехал в отпуск с Давидом Голощокином, мы дружили, я у него жил, там спал под роялем, и вдруг позвонили, сказали, что нужен ансамбль срочно сделать аккомпанемент какому-то там певцу. Ну, мы за неделю сляпали и все это самое, прошли худсоветы, и мне говорят, ну, давайте оформляйтесь. А как оформляться, если я штурман эстонского пароходства? Молодой специалист, мне еще год или полтора работать. Но желание быть музыкантом было настолько сильным, что я провернул колоссальную совершенно операцию. Я к знакомому другу отца, который к тому времени, освободившись после 25 лет сталинской отсидки, возглавил институт водного транспорта, Мельников такой, чудеснейший человек, друг нашей семьи. Я пришел к нему и говорю, дайте мне письмо, что вы меня возьмете на работу, если я уйду из эстонского пароходства. Он мне письмо дал. Я приехал в Эстонию, отцу бухнулся в ножки, и говорю, отец, я тебя ни о чем не просил, но сейчас ты меня должен помочь один раз в жизни, я хочу быть музыкантом, я делал все по-твоему, в мореходку поступил, закончил, штурманом плавал, тебя не подвивал и так далее. Отец, они же сталинские соколы, они лишнего не говорили, все было как бы, так сказать, в подтексте, между строк. Он поднял трубку, позвонил кому-то и говорит, да, придет тебе сын мой, Сева, джаз свой хочет играть, помоги, чем можешь. Ну, это оказался главврач нашей водного транспорта в больнице, который тут же позвонил какой-то Любви Михайловне и говорит, сейчас Борисович сын к вам зайдет, посмотрите, что можете сделать. Короче, это оказалась миловидная женщина, врач-рентгенолог. Нормально. Она меня крутила, вертела, что-то прикладывала, короче, через 20 минут я вышел из ее лаборатории, из кабинета с рентгеновским снимком идеальной язвы 12-перстной кишки. С этим снимком я пришел в пароходство, я пришел в отдел кадров, говорю, все, болен, плавать не могу, на бече сидеть не хочу, отпустите меня. А мне говорят, ну, иди к начальнику пароходства. Начальник пароходства Кебин был младший брат первого секретаря ЦК Кебина. Он к нам приходил выпивать частенько, поскольку отец его зам и так далее. А Кебин был из сибирских эстонцев, по-эстонски говорил, но с сибирскими там примочками над ним за спиной смеялись. Но он мне говорит, Семка, Семка, что тебе, что ты хочешь? Я говорю, да вот, заболел, плавать не могу, да у меня еще приврал. Девушка в интересном положении. Он говорит, девушка, иди отсюда, иди отсюда, я тебя не отпущу. Ну, и у меня все порушилось мгновенно. Но выяснилось, что на следующий день, я отцу вечером рассказал, отец мне сказал так сухо, Кебин уезжает в Москву на комиссию министерства. И когда на завтрак начальник уехал, я пришел с постным лицом к начальнику отдела кадров, говорю, вот, не могу, хочу, отпустите. Тот позвонил кому? Заму, моему отцу. Я услышал, как отец сказал в трубку, не возражаю. Так меня эстонцы отпустили на волю, я пришел к Мельникову, тот меня утром принял, а после обеда уволил. Дело в том, что было такое немалоизвестное уложение в советском законодательстве, что молодой специалист, если он переводился в течение этого гарантийного срока в другое место по каким-то причинам, он терял статус молодого специалиста и можно было уволиться. Короче, я пришел через 8 суток, пришел в отдел кадров Лен-концерта со счастливой улыбкой, сказал, вот я, трудовая книжка свободна, а кадровик такой лысый, такой толстый, похожий на филина в очках, сказал, а прописка? Ну, это уже другая история. Да, ну, это такая очень доватовская история, но на самом деле вот я зацеплюсь за имя Давида Голощокина так совпало, что сегодня утром я слушал его трубу, а где слушал на альбоме группы Чиж и компания «Бомбардировщики». Это такой вечный феномен, который касается, наверное, и попсовых музыкантов в России в 90-е, и рокеров, и кого угодно. Что такое Чиж, да, Харьковская школа блюза? И потом, сделавшись звездой, что он делает? Начинает перепевать советские песни, а что, хорошие же песни, а потом обнаруживает себя на Z-концертах. Так было с очень многими, и вот вообще этот феномен старых песен о главном, как вы считаете, почему советская культура дала какой-то бой, реванш, да, и в итоге, по сути, восторжествовала? Как так вышло? Ну, она проистекала, видимо, из самых глубин народных, потому что композиторы, все маститые, все талантливые, все тщательно образованные, выдавали качественный продукт, но продукт этот был оформлен как картина в определенную раму. Эта рама готовилась задолго до выпуска любого произведения, потому что человека готовили еще на подступах непосредственно к выходу в общественное пространство, и при Сталине, да и после него хороший нос чувствовал кулак за неделю. Надо было знать свои параметры, иначе ты был не жилец, и ты был не творец. Поэтому вот эта система намеков и система хмыкания и понимания, ну, что ты понял, я и не понял, она сохранилась, в общем, до сих пор, потому что эта традиция основана на, если не рабском, то, по крайней мере, очень зависимом положении любого тогда советского гражданина. А с моей точки зрения, это прямое наследие крепостничества, потому что крепостное право совершило главное зло, оно лишило огромное число русских людей ощущения собственного достоинства. Вы считаете крепостное право или советская власть? Потому что все-таки много где было там бесправия крестьян в Европе, да, но почему-то как бы все нормально пережили, одни мы как дураки ходим. Ну, я не знаю, где, в каких европейских странах можно было продавать единоверцев по церкви и сограждан по стране по географической, как это делалось в России. Ну, это не рабство все-таки, крепостное право было везде, там, в германских княжествах и много где, поэтому... Ну, по-моему, там лет на 300 раньше с этим разобрались. Ну, и реформация была у них, у нас до сих пор не было, это понятно. Но, так или иначе, и вот в чате напоминают, вы все-таки не ответили на вопрос, как вы отвечали на возможные упреки уже за границей в соотношении с КГБ и насколько там это было конфликтно или нет? Ну, никакого конфликта у меня не было, потому что к моменту встречи, скажем, с Буковским мой профиль на радио уже был оформлен. Я не боролся с советской властью, но я боролся за создание пространства, в котором было бы интересно находиться. Поэтому и Буковский был у меня на передаче «Севооборот» 18 или 19 раз, он блестящий, рассказчик, оратор, и ко всем своим гостям я относился сочувственно, пытался выявить их подноготную, но в положительном смысле. Никогда не пытался их там принизить или притопить. Поэтому Буковский относился ко мне хорошо, и у нас никогда никаких конфликтов не было. Он, кстати, познакомил меня и с Суворовым, интересная очень история. Он мне позвонил однажды и говорит «Сева, у меня тут гость интересный будет завтра, приезжай». Такой-то адрес во столько-то времени, в 12 часов дня, предположим. Но на следующий день я с утречка вышел, сел в свой автомобиль, у меня был Датсун 280ZX, такой серебряный, но я называл его «Феррари для бедных». А машиночек и не заводится. Сел аккумулятор, там какое-то реле замкнулось и весь ток утек. Я звоню Буковскому и говорю «Машина не заводится, я приеду поездом, видимо, опоздаю». Сел на велосипед, поехал на вокзал, на перекладных добрался как-то от Кембриджа, на такси и так далее. Вхожу к Буковскому, он сидит в саду с невысоким человеком, слегка нервного такого психического сложения в тот момент. А Буковский говорит «Вот знакомься, Суворов». Я говорю «А, так это вы тогда». А Суворов непоставленным командирским голосом говорит «Вот так село, в нашем деле или вовремя, или никак». И с тех пор я эту заповедь в Суворовскую соблюдал. Потом он у нас тоже массу раз приходил, там около двадцати раз, и мы по-прежнему в хороших отношениях и время от времени созваниваемся, обмениваемся впечатлениями от наступивших новых фаз жизни. И как у него, если коротко? Ну, году, по-моему, в 2006, что ли, он в частном разговоре мне признался, что у него какое-то странное медицинское состояние какие-то соматические нервы там перемыкает у него, и в общем он может потерять сознание и там 40 минут в отключке находиться. Я ему послал тогда книгу по голоданию, поскольку врачи всё равно его вылечить от этого симптома не могли. И он начал как военный человек, как человек структурный, как волевой, 36 часов сухого голодания каждую неделю. И в общем привёл себя в порядок более-менее. но сейчас у меня такое ощущение, что какие-то синдромы стали опять проявляться. Чуть-чуть он такой стал рассеянный и даже по его постам в фейсбуке видно, что некую остроту. У него фейсбук есть, просто не следил, надо поискать. Есть, есть, есть. Слушайте, а как вы относитесь, знаете ли вы о такой теории, о теории криптоколонии? Это что такое? О, это интересная вещь, что на самом деле, что такое был 17-й год, тайное, непубличное покорение России, Британской империи, и с тех пор мы принадлежим ей. Вот я понимаю, что там сходу вы отвечаете нет, но я бы спросил вас так, если бы это было правдой, какие бы свойства России, вы знающие обе страны человек, какие бы свойства России доказывали, что Россия на самом деле принадлежит Великобритании? Слушайте, вся эта история происходит от того, что экспедиционный корпус в составе 800 человек вооруженных легким оружием, там винтовка с примкнутым штыком, ну, может, там несколько пулеметов еще было, но явно никакой мощной артиллерии и танков не было. Они высадились там в Архангельске, вот и всего-то. По-моему, речь... Нет, 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 первоисточник теории то, что Ленин, конечно, был не немецкий шпион, а английский, и придя к власти, он, собственно, отдал страну британцам. Слушай, но мы с вами же не на русской печке сидим на завалинке, где исторические факты можно лепить куда хочешь и как хочешь. Известно, откуда были деньги, известно, в «Красном колесе» описал очень подробно. Известна была мотивировка и Ленина, и немцев и так далее. Не, не, я же не говорю, что верите вы или нет, я тоже не верю, но сходства между двумя странами, они же есть. У кого? У немцев и англичан? У русских и англичан. Да какое вы... Нет более стран совершенно различных друг к другу. Англичане, люди вежливые, стеснительные, индивидуалистские, кушают невкусно и мало, живут в малых пространствах, а русский человек ест сразу по пол стола, пьет водку стаканами, совершенно не стесняется навязывать всем свое мнение, но, короче, что я вам рассказываю, это образ широкого, сильного русского человека, полностью уверенного в своей правоте всегда. То есть, более разных людей, чем англичане и русские, придумать невозможно. Я как бы согласен, но с другой стороны, вот приходишь в ННЧС, да, абсолютно советская поликлиника, вас много, а я одна. Но это уже свойство социализма. Кроме того, у меня, например, я сам особенно там не лечился, ну, просто не болел, к сожалению. Но супруга моя обращалась пару раз, один раз она с велосипеда упала, там была трещина включится. Самые лучшие у нас впечатления и воспоминания, особенно если ты к ним приходишь с застенчивой улыбкой, ничего не требуешь и ведешь себя достойно, они тебя как родного совершенно будут обхаживать и делать тебе... И сейчас у меня приемная дочь Анастасия живет в Лондоне, пользуется тем самым национальным здравоохранением, она говорит, каждый раз с радостью идут, такие люди там работают. Так что впечатления, как вы видите, разные. У меня то, что у меня было, я один раз там попал между двух автомашин на мотоцикле, мне ногу придавило, пришлось скакать в скорую помощь. Ну вот, зашивать там особенно было не надо, но немножко шов наложили. Тоже очень со мной нежно обошлись, так что у меня лично тоже впечатление самое лучшее. Другое дело, что сама система трещит по швам. Вы понимаете, что при новом промышленном образе питания, когда дети, начиная уже с второго класса, питаются какими-то объектами в пластмассах. Кошмар, да. Там ничего хорошего в смысле здоровья быть не может. Еще на самом деле тоже наверняка прекрасно помните пятница вечер, когда весь Лондон у станции метро пьяный валяется, там кого-то тошнит, кто-то с эскалатора в метро падает. Это что же такое? Ну, мы знаем на примере России, что пьянство особенно здоровью не вредит, а вот неправильная еда синтетическая, конечно. И, естественно, к определенному возрасту у людей развиваются всякие симптомы, а поскольку господствует материалистическое понимание здоровья о том, что если ты завалял пойди к врачу, он тебе даст таблетку и ты поправишься, то все идут к бесплатным докторам. И, естественно, докторов на всех не хватает, потому что чем старше человек английский, тем больше у него болячек. Ну, естественно, система трещит по швам, тем более, что в любой социалистической структуре есть, ну, не то, чтобы не цилизация, целевое расходование средств, но деньги как-то сквозь щелочки улетают, утекают. И полностью сделать целесообразным трату средств, выделяемых здравоохранением, мне кажется, ну, трудно, если не невозможно. Вы знаете, вот Путин сегодня сказал, да, что вот на Западе дефицит овощей для салатов, и они пытаются заменять их репой, не знаю, слышали вы это или нет, и как бы смешно, и Путин, понятно, много глупостей говорит, но реально, сейчас вот в Англии дефицит огурцов, каждый раз, когда удается купить огурец, это большая радость, это удивительно, поскольку, ну, как бы, не ожидаешь от этого мира тех же проблем, которые были у нас в 80-е. Ну, я узнаю в этом еще задачи для советских журналистов, которые с аппаратами ходили, искали помойки. Это, знаете, на перекрестках как бы долго были прямо эти самые вдавленные места от их штативов, где они стояли постоянно там на фоне каких-нибудь неприглядных мест. Так что с огурцами, я думаю, это история надуманная, кроме того... Не, не, правда, их сбой какой-то, ну, там, не знаю, может Brexit, может еще что-то, неурожай там в Европе, но, по крайней мере, там последние две недели их как бы не хватает. Огурцы давным-давно выращивают в парниках, огромные парники в Испании, огромные парники в Израиле и еще там в Турции, в Греции, бог знает еще где. Так что, если затычка, то не больше, чем там на пару недель. Да, пару недель, я говорю. Слушайте, меня просили прямо спросить вас про группу баптистскую, ленинградскую, трубный зов. Кто это были такие и чем они были вам дороги, если вы их помните? Значит, дело замыкается на так называемый Кестон колледж. Это был такой колледж по изучению веротерпимости или как бы верования или отношения к верующим в Советском Союзе, причем к разным, не обязательно христианским. был такой Майкл Бурдо, который, к сожалению, недавно скончался. И у него была моложе его супруга, которая, будучи студенткой, познакомилась, она христианка, она познакомилась, ее познакомились с Валерой Бариновым. Валера Баринов такой проповедник ну как бы от земли. Он вообще бывший такой полухулиган, ну такой вот расхристанный молодой человек, который уверовал со страшной нечеловеческой силой и благодаря своей вере пережил много необъяснимых с точки зрения обычной логики житейской событий в своей жизни. И Валера был человеком открытым, да, собственно, таким и остался, и они с приятелем написали открытое письмо прямо в Центральный комитет КПСС. Короче, ими заинтересовались там, где надо и устроили им ну не то чтобы провокацию, но их поймали в поезде между где-то там Карелией и Петербургом и обвинили их в том, что они собирались пересечь государственные и что его надо следует поучить. Ну, эти ребята, если им по их воровской ветке говорят, что это Стучилово, то надо с ним расправляться. И вот они Валеру били, сломали ему несколько ребер, но Валера сказал мне, что в лагере нельзя жаловаться. И он говорит, я с переломными ребрами, не спавши ночь, выходил к ним и говорил, так, ребята, ну что сегодня, как мы и так далее. То есть он был человеком абсолютно позитивным и все им про Христа рассказывал. В общем, вся эта история кончилась тем, что воры перед ним извинились, сказали, сам понимаешь, нам сообщили, мы вынуждены были так себя вести, иначе бы нам самим перо воткнули. Валера весь барак практически без исключения в веру обратил. Нормально. И после выхода из тюрьмы, а может быть даже до, они ездили в Эстонию и там на такой подпольной основе записали свой альбом его песен. Песни откровенно христианские, такие, ну, он назвал эту песню «Трубный зов». Они такие, ну, в лоб, но очень прочувствованные, и сегодня это, может быть, выглядит уже несколько наивно и, может быть, прямолинейно, но я с Валерой потом сталкивался, он человеком был совершенно невероятным. Я помню, да, когда он был в лагере, то его бросили в ШИЗО, и он там заболел двусторонним воспалением легких и, говорит, почему-то, говорит, лежал в бреду и представил тебя. Он, видимо, меня слушал там по радио. В это время Лорна Бордо через Кэстон Колледж мне официальные дала бумаги, собранные английским институтом. А вы знаете BBC, от себя тяну они совершенно не выносят. Нужно два источника, и тут мне прямо как козырь в руки то, что Кэстон Колледж приготовил материалы по Валерии и по его группе «Трубный зов», можно было выпускать в эфир, тем более, что всё это было снабжено записями. И я сделал две о нём передачи. В то время, во время первой передачи он лежал в психушке, его кололи, и укрутки там мы ему делали, а потом, значит, когда он был в лагере, и потом ему дали свидание с женой, и Валера говорит жене «Таня, мне снилось, мне было видение, что мы с тобой будем жить в Англии. Таня практичная русская женщина говорит «Валера, какая Англия, ты отсюда живым сначала выйди, домой вернись». Ну, в общем, вышло так, как Валера и сказал, потому что по подаче Кестон колледжа Валера попал в список, который везла с самой Маргарет Тачер навстречу Горбачёву. Слушайте, они были в этом списке, то есть были, я знаю, вы с ними были знакомы, Ратушинская и Герасченко? Да, я с ними был хорошо знаком. Да, что вы про них скажете, потому что я с Ириной познакомился уже в Москве, когда она вернулась, и, несмотря на все диссидентство, стала вполне такой лояльной гражданкой путинской России, что меня удивило. Ну, дело не на, что она там Путина любит, а все это по известной схеме, если ты русский человек, русский, то у тебя на первый план выходят совершенно другие ценности. На Западе, когда ты сталкиваешься с Западом. Да, не общемировые, не гуманистические, не какие-то там идеалы, не знаю, религиозных философов, а когда национальный выпирает вперед, то ты уже становишься и внешне, и внутренне совсем другим человеком. Начинаешь пироги кушать, свининкой закусывать, и так далее, расплываешься в разные стороны, начинаешь себя в этом оправдывать, да ведь мы уже такие и не такие, как они, и так далее. Когда Ратушинскую посадили, то один мой коллега, не буду его называть, очень известный радиожурналист, сейчас работающий на «Свободе», сказал мне с постным видом, я совершенно не согласен с тем, что Ирину Ратушинскую посадили. Пауза. Нельзя людей сажать в тюрьму за плохие стихи. Но в жизни она была такая вот как бы помещица-барыня. Человек сугубо глубоко русский, у которого, естественно, все горизонты вот этой национальной принадлежностью были заполнены. Кроме того, муж... Ну, это же хорошо. Ну, хорошо, да, для нее. Я вообще никого не осуждаю. Вообще нет никакого совершенно рецепта, как надо жить, и каждый живет так, как умеет. Я просто воспитанный на студенческом джазе, на слушании голоса Америки, на изучении английского языка, и, соответственно, на проникновение некоторой в западную культуру. А поскольку мы джаз играли, мы были чуждыми на культурном российском фоне. Приезжаешь на гастроли там с оркестром Мочтейна, этот 22 трубы тромбона, барабана, все это колотят какого-то каунта бесси, а в первых рядах сидят люди, ну, естественно, в данной местности занимающие основные положения. Это заведующий продовольственной базой, задняя Кирильцо, Тувару Веды, ну, и затем всякие партийные бонзы. Поскольку в провинции делать нечего, они все на концерты валили, занимали первые два-три ряда. Вот, то мы, естественно, гастролируя по Союзу, сначала с джазом, а потом я уже и с поп-ансамблем, с добрыми молодцами, мы чувствовали себя чужеродным телом до некоторой степени. Ну, в джазе полностью чужеродными, а добрыми молодцами, хоть поросли. Слушайте, мне стыдно, а добрыми молодцы у них какой главный хит, потому что вот так в голову не приходит, хотя даже ориентируюсь немножко. Наверное, Антоновская песня, наверное, была. Помню, в детстве я слушал огня среди тягущей бабушки раз тяг 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 Хорошо. Да. Ну, с Юрой Антоновым мы ездили в Город 2 на гастроли, потому что он был тогда уволен из Ленконцерта со скандалом. Какую-то артистку он ударил по лицу за то, что она там не так себя вела. И мы его, только что устроившись в Росконцерт, взяли к себе. Но потом за то, что мы его взяли к себе, нас всех в порошок стерли на многочисленных худсоветах, которые нам устраивали в течение всего года. Но это не важно. Короче говоря, есть разница культур. Я в свое время для себя вывел закон, что нет никакой классовой борьбы, а есть борьба между людьми, которые играют на баяне, какие-то там какие-то волны, и люди, которые слушают там Чарли Паркера и Джона Калтрейна. То есть все зависит от того, какие у человека вкусы и в какую сторону он движется. Про баян, я надеюсь, вы имеете в виду и родников американских условно, и много кого, не только совков. Нет, нет, ну, родники, конечно, они настоящие патриоты. Вообще, как вы знаете, куда не приедешь, везде патриотизм. В Эстонии он эстонский, в Британии британский, в Мексике мексиканский, уж какой патриотизм в Израиле или, скажем, не дай Бог, в Каталонии, даже и пером не описать. Так что русские патриоты не должны воображать себе несколько уникальных. Как именно, я всегда говорю, что как раз патриотизм русский пробуждается в человеке чаще всего, когда он оказывается на Западе. И та же Ирина Ратушинская тому яркий пример вполне. Вы понимаете, происходит от того, что нельзя врасти в местную культуру. И в этом смысле любая эмиграция в страну исторически-психологически-культурно-развитую, дело опасное. Во Франции вы никогда не вольетесь в ряды французской интеллигенции. так это же нормально, да, как бы это и есть, ну, признаки. то, естественно, вас жизнь отталкивает на свой уровень, на общение к себе подобными. И начинается, ну, как капуста квасится в банке. Вы понимаете? Но вы же тоже носитель русской культуры, все-таки, и, наверное, о чем мы говорили в начале, для этих сэров вы всегда оставались русским, несмотря на свою интегрированность в эту среду. Интегрированность была благодаря гражданскому браку, потому что, все-таки, 16 лет семья вынуждена была принять меня, и так далее, как уж хочешь, не хочешь. Там были английские друзья постоянные, которые тоже меня постепенно приняли. Через этих друзей были еще, и таким образом я уже к тому времени практически, ну, с очень маленьким акцентом говоривший и свободно, ну, был принят вот каким-то, какой-то частью вот этого британского общества. А что значит? Когда вы среди англичан живете, вы понимаете и знаете все внутренние культурные ссылки, кто был известным комедиантом, скажем, 40-х, 50-х годов, какие были шутки, какая там песня относится к этому или к тому и так далее. Не знаю, был ли ваше время такой экзамен, да, на ПМЖ Life in UK, да, когда ты зубришь учебник с именами паралимпийцев каких-то, собственно, королей всевозможных, и, не думаю, что у меня что-то сохранилось в этом смысле в голове, но по крайней мере это надо сдавать, да? Да, но меня жизнь учила и сдавать мне было не нужно, или вернее сдавать каждый день своим друзьям и знакомым. Что касается русского Лондона вашего времени, конечно, еще одно имя, которое, наверное, вы должны были соприкасаться, Антоний Суровский. Да. И вот, да, что вы про него, во-первых, помните, и как вы его оцениваете? Есть чудная история, как у меня какая-то знакомая, то ли в депрессию впала, то ли, в общем, ей нужно срочно было к батюшке поехать, к какому-нибудь. Ну, а куда? В Лондоне тогда была единственная церковь на Энисмор Гарденс, и она туда приехала, ну, в неурочное время, и какой-то монах, подоткнув рясу, тряпкой мыл пол в церкви. Это был Суровский Антоний. То есть, человек колоссальной личной скромности и кротости, если не сказать, покорства. Меня всегда, как работника радио, восхищало его звучание голоса. Он говорил всегда на расслабленных связках, посылая то, что он говорил в некоторую даль. Он говорил «Именем Господа своего», ну, и так далее. Но к нему это получалось звучно, и летело туда-куда-то к крыше церковной и отдавалось на все помещение. Он по образованию был врач, рожденный ни то в Бельгии, ни то во Франции. В России, по-моему, он никогда так и не был. Во время войны он служил военным медиком, но в 15 лет почувствовал сильное влечение к Христу. И вот так вот эту любовь к Христу он пронес по своей жизни. он еще был знаком близко со священником, который работал на Би-Би-Си в русской службе. Владимир Родзянко, он же отец Василий. Родзянко был внуком председателя Государственной Думы Родзянко, который подал государю в 17-м году, в марте, об отречении бумаг. И отцом, да, бизнесмена, который, соответственно, был таким символом открытости России уже. По-моему, в дочебанке работал где-то еще. Ну, это я не знаю. Я знаю, что отец Василий, будучи внуком того Родзянко, за границей в Югославии большую хулу имел от русской миграции, потому что деду не могли простить вот это вот предательское поведение. И офицер, приставленный к его воспитанию, с ним жестоко иногда обращался. Короче, отец Василий к 50-м годам попал на BBC и много лет вел религиозные программы, которые тогда имели, конечно, колоссальное значение, потому что церковь была запрещена, христианство нам было в угнетении, и отец Василий со своим благородным голосом, со своей четкой, совершенно христианской позицией, чистой, как вообще ручей в горах, востребован был невероятно. У него была жена из простых, не из дворян. Она была дочерью какого-то дичка церковного. Женщина пела в церковном хоре, у нее была очень красивая контральта, и по радио она звучала замечательно, Марья Васильевна. И вот однажды они пришли на запись передачи у Марьи Васильевны инфаркт, и она тут же в студии умерла. Отец Василий, совершенно потрясенный, они все-таки 23 года вместе вели религиозную передачу на BBC, всю следующую программу посвятил Марье Васильевне. Записи ее крутил, и так далее. Естественный для русского человека поступок. Так вот, на моих глазах его вызвала на ковер начальница русской секции или русской службы Мэри Ситтен-Вотсон, и устроила ему страшный разгон. Почему? Потому что по понятиям BBC, по хартии BBC и называемым produces guidelines, личное выносить в общественное пространство нельзя. Это такая эмоциональная слабость, которую себе позволять нельзя. Короче, отец Василий, естественно, униженный и слегка сломленный, через некоторое время пришел к Сурожскому Антонию и говорит «Постриги меня в монахи». И тот его постриг в черной монахи, и как монах он имел уже возможность занимать высокие церковные посты, что и случилось. Он вскоре уехал в Америку и стал архиепископом западно-американским. Да, просто вот еще интересно, что как раз сейродзянка это РПЦЗ, да, а Антоний Сурожский в итоге был иерархом московской патриархии, да, и после его смерти в итоге все началось как обычно у нас бывает. Приехал эмиссар уже из патриархии московский, советский, да, и епархия развалилась, по сути, раскололась. Ну, так ведь, двигает разными людьми разное. Антоний Сурожский был движим христианской любовью, совершенно чистой субстанцией, замешанной только на любви к людям, на пожертвование самого себя и на продвижение некой божественной идеи в жизни. А люди, которые занимаются регулировкой церковных потоков и движений, у них философия совершенно другая. Поэтому это такой рзац, который в Советском Союзе существовал на абсолютно всех уровнях. Вот давайте я вам только последнюю байку расскажу. У меня есть племянник Антоша, который сам стал монахом католическим и сейчас находится в Израиле в Эммаусе, там, где Христос ученикам явился. И там он в обители всех блаженств. Я к нему несколько раз уже ездил, совершенно волшебное место. Так вот, Антоша в тот момент учился в Ленинградском университете и, зная мое чувство юмора и, в общем, его отчасти разделяя, он из местной библиотеки достал карточки рефератов кандидатских степеней. И вот эти названия настолько меня поразили, что я их запомнил на всю жизнь. Это, например, расчет цветопроемов окон в условиях ясного дня или разделение навоза на жидкую и твердую фазы или воспитание патриотизма на уроках математики в восьмом классе средней школы. Вы знаете, почему все тогда защищали кандидатские степени? Потому что давали прибавку в 30 рублей к зарплате. И, несмотря на совершенную банальность выбранных ими тем, проходили совершенно рефераты контроль и становились кандидатскими степенями. Но, чтобы защититься от недобросовестных и грубых критиков, все это прикрывалось наукообразным языком. Вот отсюда огромная часть будущих проблем с институтом. Ну, во многом сейчас то же самое на Западе с гендерными студиями, с политизированной экологией. Ну, наверное, бог бы с ним, времени мало. Еще просили вас спросить про ансамбль Виктора Вакштейна, потому что он уникальный, а информации о нем почти нет. Иосиф Владимирович Ванштейн, он вообще-то духовой музыкант, трубач, закончил институт военных дирижеров и какое-то время после войны был капельмейстером в Нахимовском училище. Там был свой оркестр, так что он около крейсера Авроры там базировался. Потом он ушел в такую полуэстраду, у него в каком-то шикарном ленинградском ресторане был оркестр, в истории, что ли. А потом он столкнулся в конце 50-х с молодыми подпольными джазистами. Геннадий Гольштейн, Валерий Милевский, такой был певец потрясающий, Константин Носов, ну в общем, целая плеяда наших совершенно современных нынешних джазовых классиков. И вот они, он увидел их энтузиазм, их подход к делу, и он их взял в оркестр, а он был блестящий администратор, блестящий совершенно, он советской системой играл, как на балалайке. И он их всех провел, они получили постоянное место работы, и они играли, вот за Кировским театром был сразу дом культуры, по-моему, первые пятилетки. Снесли его, да, теперь там новое здание Кировского садика. В общем, они начинали там, потом переехали на Петроградскую сторону, мы этот оркестр ездили каждый четверг слушать перед танцами, собиралась над человеком 40-50-й, кстати, я с Голощокином познакомился именно там. Прекрасный был оркестр, но потом естественная эволюция Вайнштейну захотелось, а потом в 65-м году я туда пришел, меня взяли и кооптировали как подходящего идеи на человека. Хотя играть я тогда еще не особенно умел. И году к 67-му и 68-му встал вопрос перехода на большую сцену. И вот мы сражались с худсоветом Лен-концерта целый год. 11 худсоветов, совершенно безнадежное состояние, потому что ну худсовет знает, что мы будем играть, мы знаем, что нам скажет худсовет. И в конце концов, путем невероятных компромиссов на сцену удалось все-таки выкарабкаться, но это имело большую цену. Советская власть нас по кусочку откусила и почти не осталось ничего. Да, вот вопрос спрашивают в чате уже предпоследний, последний отдельно спрашиваю, есть ли в Америке стиляги? Если знаете контекст, был в нулевые годы фильм про стиляг, про наших советских, и в итоге один из его героев поехал жить в Америку и вернулся там, когда в отпуск приехал в Москву и говорит, самое страшное открытие, что в Америке нет стиляг. Итак, вопрос, есть ли в Америке стиляги? Да что вы все про Америку, стиляги вообще тэдди бойз, это английское и британское. Есть ли в Британии стиляги, да? Ну, в Британии, конечно, они были, были мод стечения, которые ездили на мотороллерах с наворотенными лампочками, были тэдди бойз с зачесанными коками, кстати, если вы посмотрите на фотографии молодого Джона Линнона, когда они еще назывались декворимен, то есть карьерщики, то есть работники карьера, он еще с коком ходит, у него еще кок был такой зачесанный, ну, некоторые такие оттенки влияния на молодом Элвисе Пресле видны, потому что у него такой тоже кок. Слушайте, я забыл фамилию, в Ливерпуле стоит памятник Элвису, но не Элвису, местному какому-то певцу, который такой же, и там прямо написано «Я не Элвис», не помните его фамилия? Не знаю, есть Элвис Кастелло, может быть? Не знаю, просто и прическа, и костюм, и последний наш вопрос традиционный, тоже как бы называется не в смысле «Правда это или нет», а в смысле как вы оцените такую теорию, что автор, реальный автор «12 стульев и золотого теленка» это Михаил Булгаков, могло ли такое быть? Да язык совершенно не тот, потому что юмор пузырчатый, поверхностный, ну, грубо говоря, с еврейским оттенком, то есть есть некая живость ума, которая Булгакова, конечно была, но он может быть себе не позволял этого, Булгаков глубже, мрачнее и более мистический, а здесь все эти шутки я дико совершенно любил, увлекался, в 57-м году мне попала эта книга в руки, я две ночи не спал, читал ее совершенно в запой, хотя у меня были экзамены в школе, нет, ну что, это понятное дело, что Ильфа Петрова и что это написано дуэтом, потому что там есть элемент теннисной игры, где мячик перечпокивают друг к другу, и один силен в одном, другой в другом. Согласен, абсолютно, да. Слушайте, на этой ноте давайте прощаться, я вас очень благодарю, потому что действительно с кем еще можно обо всем этом поговорить, спасибо огромное, надеюсь, что все будет хорошо у всех, и вам желаю всего хорошего, благодарю Александра Петрикова за обложку, гениальную Сергея Клеменкова за джинглы, Марата и Куперайтера за модерацию, мы встретимся еще в 9 вечера сегодня на обычном стриме, и Сева, не выключайтесь минутку, я еще уже за кадром последний вопрос вам задам, спасибо огромное, остаемся на связи, сейчас я к вам вернусь, всем пока, всем до вечера. Так, эммм,